Другим темам. Пока крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы выступают посредниками в регулировании таких споров. Такое мнение высказал сегодня президент Касымжумар Тукаев, выступая на пленарном заседании Астана Фингтанг Форум. О чем еще говорил казахстанский лидер и какой политики придерживается наша страна в отношении ООН и Совета Безопасности в материале Батакоса Эджановой. В столице Казахстана сегодня продолжилось обсуждение значений средних держав на мировой арене. Сегодня в Астана Сингтанг Форум принял участие президент Казахстана Касымжумар Тукаев. В своем выступлении он отметил, что перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы. Региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственные и миграционные кризисы. Глобальные проблемы, которые требуют поиска коллективных ответных мер. В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества. Будущее человечества целиком зависит от того, насколько мы сможем консолидировать усилия, отметил казахстанский лидер. Также президент остановился на реформах, проводимых нашей страной. Например, по его мнению, недавний общенациональный форум по строительству АЭС показал приверженность страны демократическим ценностям, даже в вопросах экономического развития. В экономическом плане Казахстан добился значительных успехов. Мы привлекли 400 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Страна запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь вложения на сумму 150 миллиардов долларов в 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. Поэтому создан, наделенный широкими полномочиями, инвестиционный совет, который курирует стратегические инвестиционные проекты. В то же время Казахстан на протяжении многих лет реализует свою миссию в качестве авторитетного члена международного сообщества. Ключевыми элементами нашей внешней политики являются независимость, мультилатерализм, региональная стабильность и дипломатия. Поэтому мы решительно поддерживаем роль Организации Объединенных Наций как единственной универсальной организации движущей силы глобального сотрудничества и прогресса. Мы считаем, что конституционное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания, как в нашем регионе, так и за его пределами. Эксперты считают, что Казахстан сегодня решает большие задачи по модернизации страны. И все, что делается во внешней политике, идет на пользу внутренней политики и экономики. Средняя держава, статус, нам дает возможность играть более активную роль во внешней политике и тем самым укреплять нашу безопасность, территориальную целостность. А вы видите, сейчас территориальная целостность – это не пустые слова. Президент напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном. А также еще раз высказался по вопросу мирного разрешения российско-украинского конфликта. Бутагос Айджану Агульсая Кабыханова, Азамат Саметов при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар.